Девушки отдыхают... Ну, кто так строит? Ленин! Кто я? Где я? Я должен был оказаться в Нью-Мехико, в городе Санта-Фе. Мне нужна Ало-Саламовская лаборатория. ОМЗАП! Санта-Фе! Время для обзора! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рад снова вас приветствовать на канале ОМЗАП. И с вами сегодня я, Роман. К нам в руки сегодня попал автомобиль Санта-Фе четвертого поколения. Так давайте вместе посмотрим, стоит ли он тех денег, которые за него хотят. Это раз. А во-вторых, почему именно Санта-Фе? Потому что первое поколение этого автомобиля увидело свет в далеком 2000 году. И сразу же стало столь популярным, что производитель не успевал выпускать новые автомобили, как их моментально раскупали. Ну и далее, каждые 6 лет выходила новая модель. И, соответственно, в феврале 2018 года вышло вот это прекраснейшее четвертое поколение, которое мы сейчас и наблюдаем. Так давайте же вместе посмотрим, сколько прекрасен этот автомобиль. А сейчас давайте немного отвлечемся на историю. Название города Санта-Фе происходит от испанского слова «святая вера». И находится этот город в штате Нью-Мехико, что на юге США. Раньше это была территория Мексики. И известен этот город тем, что недалеко от него расположена Лос-Аламосская лаборатория, в которой было впервые изобретено ядерное оружие. Вот как. Ну и нельзя не отметить, что спонсором сегодняшнего небольшого обзора является компания ОМЗАП, которая специализируется на ремонте и обслуживании корейских автомобилей. В наличии самое современное оборудование, квалифицированный персонал и огромный выбор запасных частей. Переходите по ссылкам в описании, будем рады вас видеть у нас в гостях. В целом автомобиль смотрится динамично и стильно. Сразу чувствуется, что корейские инженеры, отучившись в европейских университетах по классу дизайна, получили большой опыт, поработали на практике, и у них получился очень прекрасный и красивый автомобиль. Но они до конца так и не смогли изжить в себе свою юго-восточную слабость к обилию хрома. Еще одной немаловажной деталью дизайна является разнесенная оптика этого автомобиля. В верхней части у нас находятся габариты и ДХО. В средней части находится у нас блок фара. Одним из существенных недостатков данного автомобиля является отсутствие на блоке фары омывателя, что приводит к быстрому загрязнению и потерю освещения, просто не видишь дорогу. И второй недостаток – это то, что дороги не очень чистые и много песка и грязи летит на них. Они очень быстро затирают это стекло, а оно сделано из пластика для обеспечения безопасности. Соответственно, рекомендуется затягивать в пленку эту фару, чтобы сохранить само стекло. Ну и вы спросите, почему же до сих пор производитель не предусмотрел сюда установку фароомывателя? Но, скорее всего, это связано с тем, что рынок покупательной способности в России достаточно маленький по сравнению с Европой и Америкой. Соответственно, никто не стал заморачиваться тем, чтобы ради нас устанавливать сюда фароомыватели. Но еще по сообщениям представительства компании Hyundai, в 2021 году выйдет обновленная версия этого прекрасного внедорожника. И судя по тем фотографиям, которые удалось посмотреть в интернете, у них изменена уже передняя оптика. И я надеюсь, что у новой модели эта проблема будет решена. Непосредственно этот автомобиль представлен в максимальной комплектации. Здесь есть практически все, за исключением разве что панорамной крыши. Так вот, эта максимальная комплектация, почти максимальная комплектация, приближается к стоимости 2,9 миллиона, 2,950, вот в этих цифрах примерно. Ну, чтобы вы понимали порядок цен, сколько стоит данный автомобиль. В максимальной комплектации автомобиль, а будут в колеса 19 диаметра, на комплектациях чуть попроще, эти колеса 18 диаметра. Хотя и 19 не кажется тут особой низкопрофильной резиной. Я не думаю, что они будут на каких-то больших кочках пробивать эту резину, чтобы выскочили грыжи. Подвеска здесь стандартная спереди, McPherson сзади многорычажная, но это все стандартно для таких автомобилей. Еще одной особенностью этого автомобиля является автоматическое открытие двери багажника. Но я так и не понял, это баг или фича, но вот сейчас у нас автомобиль не закрыт, он не стоит на сигнализации. И автоматически дверь не открывается, как бы я не пытался там ногами пошевелить, там танцы с бубном устроить. Как видите, ничего не происходит. Стоит нам только поставить этот автомобиль. Закрыть его на сигнализацию? Закрылся. Отойдем. На секунду. Типа мы ушли за покупками в Ашан. Зайти я решил все-таки не в Ашан, а в магазин автозапчастей. И вот теперь подхожу я к автомобилю, и что я слышу? Он откликается, он начинает пикать, и открывается багажник. Это удобно, но алгоритм несколько странный. Если мне нужно открыть багажник при открытой машине, я автоматически сделать это не смогу. Но немножко странный алгоритм работы. На других автомобилях решено это гораздо проще. И еще, опять же, я здесь также не могу автоматически с помощью каких-то плясок или специальных действий закрыть крышку. Мне обязательно придется нажать на кнопочку. А я ленивый и не хочу этого делать. Ну и раз уж мы открыли багажник, давайте заглянем внутрь. Мы не будем называть цифры, потому что они все есть и в других обзорах, и во всех пресс-релизах, и рекламных материалах. Вы это сами можете посмотреть. Суть-то не в этом. Суть в следующем. На мой взгляд, не очень удобно решена проблема вот этой шторки. Потому что, когда ее закрываешь, нужно постараться попасть вот в эти пазы, чтобы... Даже сейчас, видите, не очень получается. На конкурентах здесь сделаны направляющие, и полочка ходит в них. И поэтому тебе не приходится целиться для того, чтобы быстро закрыть эту полку. Но, я думаю, если у вас этот автомобиль будет несколько лет, вы привыкнете моментально в это дело попадать. Ну и раз уж мы оказались в заднице, в смысле задней части автомобиля, давайте чуть поподробнее остановимся на багажнике. Итак, обратите внимание, это оригинальный коврик, и как у него предусмотрены вот эти все прорези. Вот чем отличается оригинал от неоригинала. Видите, здесь есть крючки для груза. А в коврике сделаны выемки под крючки. Там и там пятерка конструктору, пятерка смелая. Давайте посмотрим. Здесь, в этой комплектации, как мне сказали, должен быть третий ряд сидений. Сейчас он сложен. Но даже в сложенном состоянии мы здесь видим достаточно большой объем багажника. И здесь есть органайзеры. Вот они. Потому что предусмотрено здесь конструкторами, что можно убрать полочку вот эту, вот сюда, на ее специальное место. И она вам не будет мешаться в салоне. Здесь же она входит в специальные пазы. И не гремит. Здесь есть, видите, отсек для мелочевки. Ну, плюс, соответственно, домкрат, баллонный ключ. Проушина буксировочная. Следующая полочка, это у нас третий ряд сидений. Мы о нем расскажем чуть позже. Оба она нас обманули. Третьего ряда здесь нет. Но с другой стороны, смотрите, как прекрасно. Давайте мы все это дело отсюда уберем. Нафиг, чтобы не мешалось. Смотрите, если у вас нет третьего ряда, какие огромные у вас тут ниши. Здесь же можно возить контрабанду через границу. Как прекрасно. Ну и реально, действительно, без сидений здесь гораздо больше появляется свободного места. И вы можете всю мелочь, которая у вас обычно летает по багажнику, убрать туда. И она будет вам совершенно не мешать. Багажник будет пустой, свободный. Еще одна особенность этого багажника заключается в том, что у вас задний ряд сидений может передвигаться вперед. И за счет этого вы увеличиваете еще набьем багажника. Также для этого предусмотрен специально второй упор для полки. Потому что, чтобы не было щели между спинкой и полкой, если вы вдруг решите отодвинуть передний, задний ряд сидений вперед. В багажнике также предусмотрена розетка 12 вольт, если вы вдруг решите поставить холодильник, либо какой-то гаджет включить. И еще особенность здесь, спинки заднего ряда сидений складываются автоматически. Вам не нужно будет оттянуться, что-то там дергать. Для этого для начала складываете подголовники и нажимаете на кнопочку левой, правой. Все, у вас ровный пол. То же самое можно сделать и с правым сидением. Вы, конечно же, захотите меня спросить, а какой объем этого багажника? Так я вам не отвечу, а знаете почему? Отвечу вопросом на вопрос. А зачем вам знать точное количество литров в этом багажнике? Ведь для того, чтобы... Давайте рассмотрим поподробнее, зачем нужно знать литры, которые вам будут указаны где-то в буклете. Тем более вам указывается полный объем багажника. Но вы же не возите здесь огурцы под самую крышу. Они вам просто ехать не дадут, они под педали насыпятся. А если вы везете холодильник, то... Ну, я не знаю, покупать за 2,6 миллиона рублей машину, это примерно более-менее хорошая комплектация с достаточным количеством опций. Но чтобы возить в ней холодильники, вы меня, конечно, извините, но для этого есть служба доставки. Поэтому объем багажника, а во мне метр восемьдесят три, я думаю, более чем достаточно. Спать я здесь лично не собираюсь, потому что, в принципе, даже если вы и соберетесь на ней поехать в путешествие, то гостиница сейчас стоит недорого. И в ней спать гораздо удобнее, чем в любой машине. Поэтому, сами видите, объем багажника достаточно большой. Давайте-ка я отсюда вылезу. А то мне здесь понравилось, и я здесь могу остаться. Во! Увидел-то я что? Здесь, оказывается, есть акустика фирмы Крел. Если кто-нибудь знает, что это за акустика, пишите в комментариях, потому что данный производитель прошел мимо меня. А сейчас давайте с вами разложим задний диван и попробуем сесть за водителем. И, естественно, к вам вопрос. Как часто при покупке нового автомобиля вы задумываетесь о количестве места для ног задних пассажиров? Ведь не вы же здесь будете ездить, это основная часть времени. Здесь вы будете возить свою любимую тещу. И для этого инженеры компании Hyundai придумали такие вещи, от которых вы упадете. Места для ног? Достаточно. Над головой? Достаточно. Спасибо, сынок. Ну, а для того, чтобы теща ездила с вами всю оставшуюся жизнь, инженеры Hyundai также предусмотрелись очень много приятных мелочей. Например, зарядки для USB, для телефона. Аж целых две штуки. Это раз. Самая главная штука здесь. Если теща у вас крупная, то есть возможность отодвинуть диван, и места для ног появляется еще больше. Все, друзья мои. Теща здесь поселится навсегда. Соответственно, также вы можете отрегулировать и наклон спинки сидения. Больше или меньше. Здесь прям практически можно даже, я вам скажу, возлежать на заднем диване и путешествовать к сачам, не напрягаясь. Здесь на задних дверях есть шторки, хотя стекло как тонированное, зачем еще шторка, но есть и ладно, совсем никого не видно. Ну и разумеется, здесь стеклоподъемники и подогрев задних сидений тоже есть. Еще что хочется отметить, очень удобно и предусмотрительно здесь сделали следующий вес. Сейчас я сяду вперед, а вам покажу. Еще одна очень приятная мелочь, которую инженеры разработали специально для будущих владельцев. Для того, чтобы в обычных автомобилях вам отодвинуть передние сидения вперед или назад, вы становитесь по неволе гимнастом. Вам нужно выполнить специальные упражнения для растяжки, чтобы дотянуться куда-то там до кнопок. Здесь же сделано все гораздо проще и продуманнее. На левом боку переднего сидения, у спинки, есть кнопочки, которые позволяют как спинку подвинуть вперед или назад. Так и само сидение непосредственно вы можете подвинуть, и вам не нужно будет напрягаться. Вот так вот. Все гениальное просто. А вообще хочется инженерам компании Hyundai поставить твердую четверку. Почему? Четверка, во-первых, твердая, потому что на переднем сидении, на пассажирском, на спинке расположили кнопки управления сидением, что, в принципе, очень удобно. Но почему не пять? Сейчас объясню. Представьте. Вы собираетесь в Рио-де-Жанейро. Вы в белом костюме. Белого коня вы оставили в конюшне и приехали в аэропорт в этом чудесном автомобиле. На улице слякоть и грязь. Задняя часть автомобиля, естественно, в говне. У вас там лежит портмоне, которая при торможении прикатилась к спинке заднего сидения. Вы подходите и пытаетесь его оттуда достать. И что происходит с вашим костюмом? Ему настает конец. А что же для этого придумали в компании Land Rover? У них есть выдвижная полочка в багажнике, которая для этого специально и предназначена. Если у вас там лежат какие-то вещи, вы можете ее выдвинуть оттуда и спокойно достать. К чему это я? К тому, что если этот автомобиль претендует на премиум класс, то вот из таких мелочей, как кнопочки управления на спинке переднего сидения, вот эти выдвижные полочки, из этого и складывается премиум. И вот если бы здесь была предусмотрена такая полочка, хотя бы как опция дополнительная, мы бы поставили жирную пятерку с офигенным плюсом. Ну а теперь задницы давайте перейдем в голову. То есть, простите, задняя часть автомобиля мы вылезем и сядем на переднее сидение. Итак, попробуем устроиться на водительском сидении. Вот тут даже автоматически подвигается сидение. Здесь есть две кнопочки памяти под двух водителей, один и два. То есть, настраиваешь регулировку под себя. Если жена еще ездит или теща, нет, теща у нас сзади ездит, мы забыли. Спасибо, сынок. Если жена еще ездит, то она тоже под себя подстраивает сидение, больше ей не нужно мучиться с настройками. Нажала кнопочку, все подвинулось так, как надо. Так, стандартная кнопка. Старт сейчас на всех современных автомобилях. По ощущениям, очень приятный салон, приятная кожа, тактильные ощущения прям обалденные. Руль такой мягенький, приятненький. И, соответственно, здесь все для удобства водителя. Все стекла электрические, зеркала, соответственно, тоже электрические. Есть куча опций, которые помогают водителю при этом. А единственное, что еще хочется отметить, сразу всегда включается охлаждение сидения. Поэтому те, кому за 50, и у кого, даже если сейчас нет проблем с простатой, то если вы забудете про эту кнопку, эти проблемы у вас возникнут. Но это так, шутка, конечно. Можно все это дело уменьшить и выключить. Сидение кожаное, с перфорацией. Здесь предусмотрена также вентиляция. Для этого есть кнопки подогрев сидений передних. У задних пассажиров есть там сзади кнопки подогрева. Подогрев руля. Соответственно, климат-контроль двухзонный. Все как положено. Но и моде, куда же без этого, это вот этот вот прыщ, который торчит посреди панели. В принципе, кому-то нравится, кому-то нет. Ну, есть и хорошо. Веяние моды, понятно, все ему следует. Также хочется отметить очень много всяких емкостей, емкостей, ниш небольших, куда можно все это дело положить в свои мелочи. Но, однако же, да, компания Hyundai не борется с курением. Пепельница присутствует. Большой бокс в подлокотнике. Также здесь очень удобная полочка, куда можно пассажиру положить телефон. Здесь также еще есть место, где можно зарядить телефон. Беспроводная зарядка. Вот она здесь находится. Очень удобно, кстати, да, обалденно. Единственное, но это на мой вкус. Вот это вот. У меня такие треники на даче с оттянутыми коленками. Но при выборе комплектации и опций вы можете поменять цвет у автомобиля. И не обязательно брать серый с черным. Это тоже. Ну, на ездовых качествах это не сказывается никак. И, в принципе, когда сидишь в автомобиле, тоже на особо на это внимание не обращаешь. Ну, так бросается в глаза, просто уже больно цвет похож. А так это нехорошо и неплохо. Ну, есть и есть. Бок с ней. Бардачок достаточно большой. Он же еще и охлаждается. Вот там есть крутилка. Больше-меньше охлаждает. Меняет цвет в зависимости от выбора движения. Но это мы покажем в движении. У вас меняет цвет щиток приборов. Так, эко зеленый, спорт красный, смарт синий и комфорт тоже синий. Ну, что комфорт, то что смарт. Поэтому, я думаю, у них логистика одинаковая. Поэтому и одного цвета. Единственное, что, ну, возможно, это кому-то нравится, кому-то нет. Здесь нету стрелки спидометра. Здесь только цифровая индикация. Возможно, где-то есть в настройках, но это нужно копаться и читать вот такой вот мануал толстенный для того, чтобы разобраться. Ну, как я и говорил, можно перевести индикацию скорости в цифровой режим вместо аналогового. Все это находится у нас в меню на руле. Вот сейчас мы выберем доп. функции. Схема панели инструментов. И у нас сейчас стоит цифровая, поэтому, соответственно, скорость измеряется цифрками. Ставим аналоговую. И вот она, пожалуйста. У нас переводится все в нормальный человеческий режим. Все. Поехали дальше. Такие мелочи должны быть интуитивно понятны любому человеку, кто пересаживается там с одного автомобиля на другой, чтобы хотя бы как-то это было быстро можно было решить. Так же, как и с кнопкой охлаждения водительского сидения. Мне она, например, сейчас не нужна. Садишься, у тебя задница холодная, что не есть комфортно. Но это как бы придирки, на мой взгляд. В целом, автомобиль очень хороший. Очень понравился. Дорогие, достаточно отделочные материалы. Классные, хорошо. Ну, закус под карбон. Здесь похоже какая-то кожа или не кожа, но похоже на кожу, да, по ощущениям. Красиво. Слов нет. Все нравится. Обалденно. Нет. А, фонарик есть. Все. Очешник. Или очешник. Кому как. У пассажира тоже зеркало. Свет. Все прекрасно. Замечательно. За салон пятерка. Ну и давайте с вами прокатимся на автомобиле. Посмотрим, как он ведет себя в движении. Поехали. Сейчас мы с вами находимся на трассе и проверим по возможности все опции, какие предлагаются здесь водителю в помощь для вождения. Сейчас включили активный, адаптивный круиз-контроль. Вот он работает. Держит, кстати, дистанцию. На впереди идущего автомобиля сам замедляется, сам ускоряется. Понятно, что эта опция уже давно ставится и на этих автомобилях, и на других. Но мне она очень нравится. Особенно вот в таком режиме движения, когда впереди достаточно плотный поток. И если есть адаптивный круиз-контроль, то вот все, поставил его и забыл. Спокойно ногу убрал с педалей. Сидишь. Но все равно непривычно, потому что как-то подсознательно ты думаешь, что все-таки надо же, как-то должен кто-то управлять машиной. А кто это делает? Ты же нет. Не управляешь. Она сама за тебя думает. Это очень хорошо помогает. И внутри салона, если вы можете обратить внимание по звуку, я сильно голос не напрягаю. А ты в салоне достаточно тихо. Дизеля совершенно не слышно. О, тишина. То есть, очень комфортная машина. В принципе, мне она очень понравилась. И по эргономике своей, и по динамике разгона можно вот педаль в пол. Очень хорошо. Все-таки чувствуется, что это дизель, потому что здесь есть бензиновый мотор 2,4 литра, но по динамике он намного уступает дизелю. Но есть также и мотор 3,5 литра, шестицилиндровый. Это лямбда 2. Но это чуть попозже скажем в сервисе. Когда заедем, расскажем, что там под капотом, что под днищем. Посмотрим. Сейчас здесь мне все нравится. Все удобно, все хорошо. Вот в таком бы автомобиле я бы с большим удовольствием прокатился бы куда-нибудь там. В Карелию. В Сочи бы съездил. На Байкал. Но работа не позволяет. А так очень комфортно, прям шикарно. И пассажиру, наверное, тоже, да? Удобно сидеть? Очень удобно сидеть. Я должен уехать. Куда-нибудь. Ну что ж, нам остается только помечтать об этом. Кстати, здесь есть такая опция, как мертвые зоны. Помощь этому. Работать она начинает только, когда включаешь сигнал поворота. И у тебя вот он сам, видите, тормозит. И сообщает о том, что у тебя впереди опасное сближение. И сам же тормозит. Вот это он сам. Это не я. Я вот еле сдерживаю себя, чтобы на тормоз не нажать. Ну и тоже фича есть одна. Прикольная. Смотрите как. Для любителей Пинг-Флойда. Я думаю, они это оценят. И скажут, вау! Вот это круто! Нам, кстати, уступают. Спасибо. Круиз-контроль. Продолжим. Все. Работает. Все системы работают. Так, мы, кажется, в поворот проехали. Хе-хе! Наблюдаем. За этим. Давайте посмотрим, сколько же стоит этот чудо-автомобиль. Базовая комплектация начинается от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Максимальная комплектация стоит 2 миллиона 960 тысяч. Ну, особо одаренные покупатели могут нафаршировать автомобиль и за 3 миллиона рублей. Ну, а действительно хорошая комплектация с необходимым набором опций обойдется примерно в 2 миллиона 560 тысяч рублей. Но, знаете, если вы видите Санта-Фе белого цвета, то знайте, что за рулем едет или адепт всего белого, и он должен быть сам весь в белом, и, скорее всего, он едет в аэропорт на рейс до Рио-де-Жанейро. Либо это голодранец, у которого не хватило 15 тысяч рублей для того, чтобы поменять себе цвет. Иначе я никак не могу объяснить, почему белый цвет в этой линейке бесплатный, все остальные цвета стоят плюс 15 тысяч. Чем это объяснить, непонятно. Привет маркетологам! Итак, давайте посмотрим, какие же есть ближайшие конкуренты у этого автомобиля. Ну, самый ближайший это, естественно, Kia Sorento Prime, цена которого варьируется там плюс-минус 100 тысяч от стоимости Santa Fe в зависимости от количества опций, которые есть в этой Kia. Второй конкурент, ближайший, на наш взгляд, это Nissan Murano, цена у которого в похожей комплектации примерно 2 миллиона 700 тысяч рублей. Затем, по нашему мнению, идет Pajero Sport 2020 года, там цена от 2 миллионов 800 тысяч рублей. И четвертый, по нашему мнению, конкурент, это Toyota Fortuner, цена которого 2 миллиона 700 тысяч рублей. Но это самая бедная комплектация, но надо понимать, что это внедорожник полноценный. Но есть еще один, самый главный конкурент, про которого вы не найдете информации ни в одном обзоре, только у нас. За эти деньги можно купить два УАЗика Патриота в комплектации Limited. На одном вы ездите, второй стоит в сервисе, потом меняете местами, и вы всегда за рулем. Обратили внимание на звук? Кстати, дверь достаточно тяжелая и с хорошей шумоизоляцией. Судя по всему, она еще внутри, ну, естественно, с усилителем. И по весу достаточно такая, тяжеленькая, соответственно, приятный звук при закрывании. Не звучит, как консервная банка в дешевых автомобилях. Ну, сейчас мы выйдем на трассу и довонем. Но динамика хорошая, я попробовал, мне понравилось. Конечно, это не болит, Формула-1, надо отдавать этому отчет, что это все-таки внедорожник, машина достаточно тяжелая, и она не предназначена для этого. Но если вот сравнивать с аналогичными бензиновыми моторами, здесь динамика на высоте. Мы, конечно, не будем замерять тут разгон до 100, никому это не надо, машина не для этого. Это вот сел, спокойно доехал до дачи, если небольшая там грязь на этой самой, на проселочной дороге, то ты спокойно по ней проедешь. Конечно, не для колеи лесовозной, не для жестокого бездорожья, но вполне достаточно. Вот, кстати, можно посмотреть. Шестиступенчатый автомат хорошо достаточно отрабатывает. Ну, вот мы едем. Но, опять же, не будем рисковать. Единственное, что меня здесь еще смущает, это, возможно, и дефект конкретно этого автомобиля, либо на всех так. Когда нажимаешь на тормоз, сейчас можем показать, если видно, вибрации на руле, это либо диски кривые, либо это, может быть, как-то система какая-то работает, стабилизация, не знаю. но, видно, как дрожит колесо рулевое. Сейчас еще раз попробуем, ускоримся. Сзади нас никого нет, безопасно. вот смотрите сюда. Скорее всего, наверное, что-то с дисками. Но машина прокатная, понятно, там на ней. Отжигают не по-детски, наверное. Мы сейчас, кстати, все это дело и посмотрим на подъемнике, в каком состоянии тормозная система. Хотя, опять же, повторюсь, пробег 7387 километров на спидометре. Слушайте, мне нравится прям вообще, реально. Я опять чуть не забыл про простату. Чувствую, что что-то не то. Ну что, впереди не то, чтобы бездорожье, но отсутствие дороги. Понятно, что здесь можно и на девяточке спокойно проехать. Ну что, давайте попробуем проехать по грунтовой дороге. Бездорожьем это назвать, конечно, можно с большой натяжкой. Это даже не то, что бездорожье в полном понимании этого слова. Это просто отсутствие нормальной дороги. Сейчас, если что, нам скажут, цепляем мы или нет. Нет, все вроде нормально. Парктроник пищит, трещит. Даже полный привод включился. Нифига себе. Пару раз. Но резина шоссейная, поэтому требовать от нее что-то более серьезного просто не имеет смысла. Кстати, машина болтает, но я-то держусь за руль. Вот как оператору. Тебя как, кстати, трясет сильно? Ну да, меня как-то потрясывает прям хорошенько. Ну, понятно, машина-то высокая, естественно, большая, соответственно, амплитуда колебаний тоже достаточно высокая. Поэтому пассажиру приходится держаться тогда руками либо вон за ручку двери, за кармашек вот за этот, либо еще за что-нибудь. Ну что, как вы видели, это ни разу не внедорожник. Вот даже можете еще раз посмотреть. Конечно, это настоящий ракетник. С этим поделать ничего нельзя. И гонять его по таким дорогам просто жалко за такие-то деньги. Для этого есть всегда альтернатива. УАЗ Патриот. Два. А мы сейчас поедем на асфальт. Ну и по дороге если найдем, попробуем вывесить диагонально. если будет такая возможность. Средний расход топлива, кстати, показывает 11,2 литра. Но я думаю, скорее всего, это связано с тем, что, опять же, машина находится не в одних руках, а очень часто ей пользуются разные люди, манера вождения разная. Поэтому и расход такой большой на практике. Скорее всего, расход будет в районе 9, ну может быть, 10 литров по городу. По трассе, я думаю, он будет еще меньше. Приятная машина, оставляет очень приятное себе впечатление. И навигация, кстати, достойная достаточно, потому что карты относительно хорошо прорисованы. Здесь есть также опция контроля удержания в полосе. Вот вовремя как раз. Видите, полоса кончилась, разметка, и машина потеряла полосу. сейчас обратно попробуем поставить. Вот она ее держит, поворачивает сама, но здесь реализована фишка еще, вот сама видите, повернула. Нет, ну их нафиг страшно. Не доверяй всем этим электронным системам. Здесь еще в чем фишка заключается. Система отслеживает усилия на руле, как она подруливает, если ты не держишь руки на руле, она тебе напишет сообщение типа держите руль руками или положите руки на руль. Поэтому здесь она все равно понимает, что ты должен держаться за руль, и ты отвечаешь за безопасность, никакая электронная система за тебя решать ничего не будет. Ну, страшновато, конечно, отбойник рядом, нет, ну их нафиг. Работает, и ладно. В автомобиле есть система автоматической парковки, ну или как помощь, в парковке. Давайте попробуем, как она работает. Включаем клавишу, переводим Drive, включаем клавишу, появляется круговой обзор, четыре камеры, и на щитке приборов появляется надпись «Поиск парковочного места». Начинаем движение. Она ищет. Сейчас нас задавит крупный автомобиль. поиск, поиск, ищет, ищет. А, ура, нашел. Отпускаем руль. При этом не забываем нажимать на тормоз, а то она уедет и не остановится. Так, заезжает. Заезжает. но по всей видимости она не видит вот эти желтые препятствия. Она их, видимо, не считывает, потому что слишком близко паркуется. Должна немножко подальше парковаться. но вот сама въехала, смотрите. Включите драйв, пишет. Включили. Все, выровняйте руль, парковка завершена. Сейчас мы отъедем. Впереди стоящего автомобиля. Ну, в принципе, достаточно просто и логически очень все понятно. Никаких особых усилий или познаний для этого не требуется. Включил кнопочку, посмотрел на экран. Главное держать ногу на тормозе, чтобы никуда не въехать. Ну, вот мы и подняли наш чистый новый автомобиль на подъемнике. Запасное колесо у него расположено снизу, что кому-то нравится, кому-то нет, но зато в багажнике освободили место. Подвеска многорычажная задняя. Нигде ничего не потрясло. Ну, и рано еще с одной стороны пробег-то всего у нас там был. Ничего. Так, здесь у нас муфта. Внешне очень похоже на муфту, которая стоит на третьем поколении. Как говорят знающие люди, муфты эти одинаковые. Но, как написано в пресс-релизах во всех, рассказывается, что это муфта совершенно нового поколения. Поэтому у нас к вам большая просьба. Если кто-то что-то знает, пишите в комментариях. Мы почитаем и с удовольствием с вами поспорим. Но, на наш взгляд, эта муфта практически одинаковая и ничем не отличается. Может быть, конечно, опять же, программным обеспечением было достигнуто новое, новые возможности этой транзиции и оштрафа. И за счет нового программного обеспечения у нее другие режимы работы появились. Так, внешне она одинаковая. Ну, и, соответственно, то, что это совсем не внедорожный автомобиль говорит вот эта защитка. Она из такого испрессованного какого-то материала. На ощупь похожа, как какой-то такой жесткий ковролин, что, соответственно, и уменьшает шумовое воздействие на днище и на кузов. Ну, и, соответственно, если вы будете использовать его где-то в бездорожье, все это, естественно, у вас моментально поотрывается и поотлетает. Поэтому, делайте выводы. эта машина больше предназначена, конечно, для езды по нормальным дорогам. Здесь мы с вами можем наблюдать угловой редуктор. Внешне тоже очень похожий. Практически ничего не изменилось. Соответственно, подвеска Макферса на А-образных рычагах. Состояние тоже отличное. Все прям идеально, можно сказать. Мощный подрамник. Но хочу вам рассказать одну историю. Как вы можете наблюдать, здесь стоит металлическая защита. Правда, на ней наклеен ярлычок Hyundai. Возможно, она и сертифицирована, но не буду говорить на какой марке. Но были случаи, когда дилеры продавали и устанавливали у себя защиту, не сертифицированную, покупали где-то на стороне. У производителей отечественных устанавливали такие похожие защиты на автомобиле. И при лобовом столкновении конструктив автомобиля, и этого в том числе рассчитано на то, что при ударе силовой агрегат вместе с трансмиссией смещается под днище кузова. Но при установке металлической защиты вся эта конструкция изменяла свою геометрию при ударе, и трансмиссия не уходила должным образом под днище, что приводило к тяжелым последствиям. В результате дистрибьютор написал такое грозное письмо дилерам, что если вы не будете приобретать оригинальную защиту, сертифицированную в России, то у нас к вам будут жесткие требования, штрафные санкции, вплоть до расторжения договора и судебных тяг. Поэтому на всякий случай поинтересуйтесь, сертифицирована ли эта защита от таких вот непредвиденных эксцендентов. Принципиально нового здесь ничего не видно. Давайте опустим и посмотрим, какие там моторы стоят под капотом. Под капотом у нас стоит дизельный 2,2 литра двигатель R2.2 CRDI VGT. Это опять же всем хорошо знакомый D4HB. По заявкам и опять же по всем пресс-релизам производитель утверждает, что в этом двигателе хотя по сути своей это остался тот же самый предыдущий дизельный двигатель они учли все косяки и доработки которые были на предыдущем поколении и обещали их устранить. Но судя по первоначальным отзывам, потому что машина уже второй год у нас продается, то таких косяков, какие были с предыдущими двигателями на этих моторах нет. Ну и скорее всего опять же по моему мнению здесь все это удалось добиться опять же путем программного обеспечения. Ну и опять же ждем ваших комментариев, если вы что-то знаете пишите, будем рады обсудить и пообщаться на эту тему. Также четвертое поколение оснащается бензиновым атмосферным двигателем объемом 2.4 это Т2 GDI с непосредственным впрыском бензина. Опять же это всем известный G4 KG. Ну и есть в этой линейке самый мощный бензиновый мотор три с половиной литра лямбда 2 MPI. Все эти двигатели ставятся на автомобили концерна Hyundai Kia достаточно давно. В базе они все достаточно относительно старые, что не говорят вам, что это плохо. Просто были изобретены надежные двигатели, которые впоследствии совершенствовались и доводились до ума. Ну и соответственно нам все эти двигатели хорошо известны. и для того, чтобы получить статистику по отказам этих двигателей будем ждать, когда большинство владельцев этих автомобилей достигнет пробега там за 100-150 тысяч. И ждем вас в гости. Как говорится, welcome. Идя с этим автомобилем целый день, у нас о нем сложилось очень приятное впечатление. Он красив как снаружи, так и внутри. Очень удобная эргономика салона. Налицо прогресс как по дизайну, так и по технологиям. Автомобиль совершенно не отстает от своих конкурентов, а скорее выделяется на их фоне, что дает как минимум плюс 80 к карме поклонникам марки. Ну и нам, надеюсь, немного перепадет. Ну а мы будем рады видеть вас в наших сервисах на Другнинской и Севанской улицах. Вы смотрели канал ОМЗАП. С вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Мне соответственно целью нашего обзора было не показать и рассказать максимально о тех функциях и возможностях, которые заложены в автомобиле. А смыслом нашего обзора было показать насколько просто и беспроблемно пересесть с другого автомобиля в этот. И что все органы управления здесь достаточно интуитивны и понятно даже, если ты и не владеешь автомобилем Hyundai и не знаком с его интерфейсом так сказать, пользователя. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok